Так, разговоры про перемирие набирают обороты, тут НБС что-то сообщило, что с украинцами ведется разговоры про перемирие, видимо от этой темы так быстро уйти не получится, раз так серьезно взяли Сишайгу, там что-то в Китае рассказывают про переговоры про перемирие, там что-то я не помню, как это формулировалось, и НБС, ну может с украинцами кто-то и разговаривает, если кто-то там с Царевым поговорит по поводу перемирия России с Украиной, то формально это разговор с украинцем, да, хотя и бывшим там гражданином, так вот, перемирие ни в каком виде, ни в какой форме не представляется для Украины как страны для государства выходом из положения Посмотрите, россияне захватили Крым, что они сделали? Сейчас они взяли, поставили в ружье этих украинцев, которые были в Крыму, и сейчас они стройными рядами идут мясом убивать нас, умирают сами Вы думаете, не будет того же самого с оккупированными территориями Запорожской области, где я сейчас нахожусь? Луганской области, Донецкой? Дончане, луганчане, уже мясом там, наверное, половина населения легло в первых рядах рашистской армии Что решит перемирие? Еще раз говорю, я в предыдущей там записи говорил, пока на дежурстве был У нас перемирие, зачем Запад будет поставлять нам вооружение? Ну, на каком основании? У нас войны нет Просто, а бы было, таким самим оно нужно, мало ли, может Россия решит, а что там? Господи, Украину полностью проглотить не получилось, но уж Литву, Латвию Маленькие, то есть, да, до Киева же дошли там за несколько часов, ничего страшного, там, Литва, Латвия, там, тело страны Не такое большое, понимаете, о чем я говорю? Я не думаю, что у Запада будет интерес как-то предоставлять нам вооружение, чтобы мы набирали силы Потом пошли, как пошли, как отвоевали, как, мне говорят, вот, опять же говорю, присылают люди с Западной Европы Два года уже там в Западной Европе устали от войны Этого Арестовича с планами Киссинджера Я еще раз говорю, что стоят слова офицера, которые кадровые, которые за полтора года войны, блин, ни разу, блин, на фронте не было Что это, блин, нафиг за... в общем, я не буду, опять же И про Киссинджера, да, человек, который экономически... То есть это живая идея была, поднять Китай в противовес Союзу Молодец, приподнял, теперь у нас мировая проблема Китай И это далеко не такая шутовская проблема, как этот карлик в Москве, сидящий в бункере Будем слушать советов Киссинджера, 101-летнего, провалившего все на свете С Арестовичем, да Да, так вот, как в Азербайджан, с Карабахом, там, ребятки Вы готовы 30 лет отдать эти территории под оккупацию и не имея той нефти, которую имеет Азербайджан Для того, чтобы финансово... Вы собираетесь пшеницу продавать и за счет этого сопоставимую с российской армией создать вооруженные силы Украины такие, что ли? То есть где вы собираетесь брать этот ресурс? Азербайджан больше всей Армении, втрое по населению У нас ситуация ровно обратная У нас в пятеро больше населения, сейчас уехали люди Многие там останутся Сейчас перемирия разбегутся, оставшиеся под боязнью того, что в этот раз-то точно, блин, загребут в армию Как вы себе представляете, за счет чего может во время перемирия мы... Я не говорю о моральной стороне вопроса, да То, что я там в предыдущем рассказывал о том, что останутся наши дети там в оккупации В Россию вывезены этим большим выродкам Останутся женщины, которых также будут насиловать, как вот это сейчас доклады ООН Комиссион Вот так останутся, будут множиться такие волновахи, как вот эту семью... Девять человек убили, вы знаете, да? Четырехлетнего ребенка выстрелом в голову Это надо, конечно, быть россиянином, чтобы на такие вещи быть способным Вторая кущелка Что? Какие перемирия? Где вы тут? Я не понимаю... Я уж не говорю о том, что, ну... Россия все перемирия использует... Посмотрите на первую чеченскую, которую россияне пробзделили Они поднакопили селёнок и просто стёрли к дьяволам этот самый Грозный Захватили Захватили Крым Успокоились, что ли? Не пошли после этого на Донбасс? Захватили часть Донбасса, не пошли после этого на Запорожье, на мой Харьков? Я не знаю, на что вы рассчитываете при перемирии Перемирие дало смерти подобно для украинцев Надо давить эту гадину сейчас Пока она влезла на вот такой растяжке стоит А, ну, то есть, сейчас россияне там засветились ещё в этой газе с Хамасом этим Оттуда ещё уши эти будут торчать Они ещё где-то за это время там напланируют там всяких новичков В Чехии взрывали, да, склады с вооружением россияне Вы думаете, они перестанут этим заниматься? Поднакопят там нефть и свои санкции Вы увидели, что против них вообще практически не действуют Да, продают там себе куда-то эту нефть Есть достаточно стран в мире, которые покупают эту нефть Где не хватает на то, чтобы дальше довооружаться Есть достаточно коррупционных схем, по которым Россия ввозит свои ракеты И делает до сих пор это промышленность изготавливает эти ракеты Что вы хотите достичь перебиви? Чтобы в следующий раз она не на Украину нападала, а сразу пошла там, не знаю, на Прибалтику или Казахстан Ну, всё-таки поменьше страна, имеется в виду по населению Эту гадину надо добивать сейчас Второго шанса может не предоставиться Ну, всё-таки поменьше Продолжение следует...